Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на моем YouTube-канале. И сегодняшнее наше видео, оно будет... Оно будет радостным! Оно будет радостным, потому что на самом деле я радостный, потому что ко мне приехал один очень крутой календарь. Я думаю, что вы поняли, что я стебусь вначале, что я грустный. Надеюсь, что у меня это получилось. А приехал вот такой вот календарь от бренда Space & Key, который я на самом деле не покупал. Я его стащил у Васи, потому что я жадина, и я зажал на него потратить деньги. И если он окажется классным, то я буду плакать, честно вам признаюсь. Потому что я тоже хотел купить этот адвент. Ну что-то, короче, я так долго хотел его купить, что я забыл про то, что я его хотел и пропустил. А Вася в итоге купил, но, слава богу, он нам дал его с вами посмотреть, обострить. И я вам, соответственно, сегодня расскажу, что здесь внутри лежит. Я надеюсь, что данного плана видео вам будет очень интересно. Поэтому оставайтесь со мной, поставьте ваши пальчики вверх. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я вас люблю, целую. Давайте начинать! Но перед тем, как мы с вами начнем распаковывать наш календарь от Брэда Space & Key, небольшая вставочка рекламы, потому что у меня уже стартовал новогодний онлайн-курс, посвященный просто мега-крутым, нереальнейшим трём предновогодним образом, который я специально разработал для вас. Мы реально с нашей командой очень старались, и получился курс просто конфетка. Вы знаете, потому что, когда я отсматривал уже финальные все этапы, я просто рыдал, потому что это очень красиво. И наш первый образ будет с вами называться Lady Xmas, и он будет посвящен коммерческому цвету в макияже, где мы с вами сделаем красивый, секси, предновогодний мейкап, который вы можете применить смело на себе. И также, если вы визажист, вы можете, соответственно, предложить этот макияж вашим клиентам. Второй наш образ, он называется Shining Gives, соответственно, уже в самом названии вы понимаете, что мы будем с вами блистать и гореть просто ярче всех звёзд на этот Новый год, потому что макияж получился просто мега-сверкающим, и он, знаете, настолько пропитан Новым годом, что когда вы смотрите видеоурок, вам кажется, что у вас носу пахнет мандарином, потому что реально образ просто мега-новогодний, он мега-вкусный и интересный. И третий наш образ, он называется Popstar, соответственно, он посвящен звёздам, тем самым звёздам, которыми мы все хотим с вами стать и сверкать в этот прекрасный новогодний праздник. Этот макияж будет посвящён лайнерам, то есть будет посвящён стрелкам. Мы с вами сделаем одну часть макияжа более коммерческую, но мы не остановимся на этом и преобразуем этот образ в такой более секси, что-то интересное и современное. Поэтому, если вы не успели присоединиться к моему онлайн-курсу, то, пожалуйста, переходите по ссылочке к описанию к этому видео, и я вас буду ждать на нашем курсе. А теперь давайте обозревать календарь. Так, вообще, что я вам хотел рассказать про сайт Space & Cake. Кстати, давайте я вам покажу, как это всё выглядит внутри. Внутри это выглядит всё вот так. Очень красиво, очень очаровательно. Вообще, это британский сайт. Он, знаете, один из таких вот сайтов а-ля Call of Duty, Look Fantastic. То есть это сайт, на котором продаётся более такая, знаете, современная, модная, дорогая, люксовая косметика. Но что я вообще, в принципе, хочу сказать про сайт Space & Cake. В отличие от всех британских сайтов, на сайте Space & Cake самые выгодные цены. То есть, что это значит? Что, допустим, даже на официальном сайте бренда Шарлотта Тилбери стоит дороже, чем на сайте Space & Cake. Я не знаю, как они это делают, как они договариваются с брендами, но почему-то именно на сайте Space & Cake на многие бренды люксовая, там Шарлотта Тилбери, Hourglass и всё тому подобное. Кстати, там ещё продаётся бренд Rosy Ink, который мне в последнее время очень нравится. Цены чуть-чуть ниже, чем на официальных сайтах. Я не знаю, как у них это получается, но действительно сайт прикольный. Но не ищите на этом сайте ничего бюджетного. То есть есть, допустим, в британских сайтах такой сайт, как Beauty Bay, где, знаете, куча дешёвой, такой модной, ультра-новомодной косметики, но при этом нету практически никакого дорогого люкса. Также, допустим, на сайте Space & Cake куча дорогих брендов, но нету абсолютно практически ничего бюджетного. Всё, выговорился, и давайте теперь открывать. Смотреть, что же у нас тут лежит. Я буду так параллельно ещё немножечко на телефон тут подснимать, что у нас там внутри окажется, чтобы вам потом показывать видео. Так, и у нас первый номер, это номер 1. Давайте с вами посмотрим, что там. Так, номер 1. Красивенькая вот такая розовая модная коробочка. И я там чувствую, что там какая-то жидкость. Может быть, это даже парфюм какой-то, я не знаю, что это такое. Тут, конечно, на английском написано что-то, какие-то пожелания, наверное, предновогодние или там рассказ о том, что здесь лежит. Но так как я дичайшая англичанка, я даже не буду стараться прочитать, как это сказать, впитать в себя, что же там находится, потому что я нифига не понимаю. Итак, первым мы достаем вот такую вот бумаженцию, а вторым мы с вами достаем вот такую вот штуку. И вы знаете, что это такое вообще? Это бренд Palum Choice. Palum Choice это такой бренд, который мне сейчас очень нравится. Вообще, если вы смотрите мои социальные сети и другие, то я иногда рассказываю про то, что я там выбираю для себя из ухода. И совсем недавно я познакомился с одним кремом. Сейчас давайте даже секундочку прервемся. Я пойду его возьму и покажу вам, что прям наглядно объяснить, что это вообще такое. А в общем, что я себе приобрел из бренда Palum Choice. Первым я взял вот такой вот крем увлажняющий с омега комплексом. Он идет в таком, знаете, достаточно базовом дизайне, но он идет с очень удобным дозатором. И знаете, я обожаю этот крем. Реально очень классный увлажняющий крем, от которого кожа комфортна. И под мейком классный, и вообще он в жизни классный. И прям я вот в него влюбился, в общем. И купил я себе еще от бренда Palum Choice. Вот такой вот экс-волиант. Это что-то среднее между такой вот историей подготовительной перед тем, как вы нанесете сыворотку либо крем. То есть это продукт, который не относится ни к сыворотке, ни к крему. То есть это продукт, который нацелен на отшелушивание кожи, на сужение поры, для того, чтобы ваша кожа выглядела более молодой и свежей. В общем, я вот эту штуку комбинирую вместе с вот этим кремом, для того, чтобы мои поры стали поменьше. У меня, поверьте, поры очень-очень большие. Вот поэтому я надеюсь, что они от этого крема сузятся. И вот этот вот тонер, я тоже его пробовал. Это у нас тонер тоже из линейки Эксфолиант. Тут у нас идет, господи, 2% салициловой кислоты. И он, соответственно, нацелен на то, чтобы тоже кожу отшелушивать. Но вообще вот с такими штучками нужно быть осторожным. Если у вас кожа тонкая, сухая, обезвоженная, то может быть такое, что вы можете вашу кожу пересушить, и она может начать краснеть и выглядеть не очень свежо. Поэтому такие продукты мы используем. Но если у вас кожа тоненькая, чувствительная, то я бы рекомендовал, ну, не больше, чем один раз в неделю, а то и в 2 недели раз. Вот. А так, классная штука. Вообще бренд Полунчойс, я уважаю. Так, ищем номер 2. Так, и номер 2 у нас вот он. Как его достать? Я не могу. Боже, как он сюда вставлен. Ладно, сейчас, секундочку. Достанем. Так, сейчас буду пытаться это делать двумя руками. Потому что, мне кажется, его сюда как будто пришили. Так, сперва достал номер 12, но мы не будем его смотреть. Я его достал специально, чтобы достать номер 2. Потому что номер 2 вообще доставаться не хотел. Так, что тут у нас? Ну, такой вот он средний, тяжеленький. Не знаю, что здесь лежит. Тут, наверное, тоже есть какая-то подсказка. Но мы не будем читать даже. Давайте не будем начинать это, чтобы нам не поссориться с этим календарем. Опять у нас тут лежит бумаженце. И давайте смотрим дальше. Дальше, дальше у нас здесь лежит какая-то вот такая вот штучка. You Hands. Что там? Ой, сейчас будет очень сложно. Девочки, мальчики, надо сейчас вдохнуть. Потому что такое название. Nikisari. Nikisari. Боже. Я надеюсь, что я правильно произнес. Это The Hand Cream для Creme Minds. Это у нас крем для рук. Fragrance free. Без аромата. Так, что там у нас? Давайте посмотрим. Вообще, этот бренд не знаю. Никогда не пробовал, потому что, соответственно, на сайте Space&Key продается очень много брендов. И, честно, именно какие-то уходовые бренды я, знаете, тестирую очень редко. Все-таки я больше, так как визажист, тестирую какие-то бренды, связанные с декором. Вот. Потому что все-таки декор мне как-то ближе. Вот. Ну, такой вот крем для рук 65 миллилитров. Мне кажется, что он, если он продается на сайте Space&Key, то, скорее всего, он стоит оффер дофига. Но давайте оставим его у Васи, потому что это его крем. Пускай может себе руки, молодеет, выглядит счастливым. И, в общем, пускай у него будет все хорошо. Так, а мы поехали дальше. Дальше у нас номер третий. И он у нас вот тут лежит. Вообще, очень сложно все это достается. Приходится так вот номера передвигать. Но выглядит все хорошо. Знаете, так зато упаковано, что мне кажется, что ничего не разобьется потом. Так. Номер третий. Открываем номер третий. Вот так вот у нас он выглядит. И смотрим, что у нас лежит в номере три. О, боже мой! Боже мой! Я же под полбу побежал от стресса, что тут лежало. Я сейчас буду плакать. Мне как будто Оскар дали. Тут лежит помада от бренда Шарлотта Тилбери. Как я люблю Шарлотта Тилбери. Боже мой, так это еще и оттенок Pillow Talk. Вот видите, как радостно реально получать классные оттенки на Новый год. Я буду упрашивать Вазю, чтобы он мне подарил эту помаду. Я думаю, что она ему навряд ли пригодится. Потому что он в большей степени этот календарь покупал из-за уходовых продуктов. А я очень люблю помаду Pillow Talk. И знаете, как работающий визажист, у меня эта помада, она заканчивается со скоростью звука. И лишние помадки в оттенке Pillow Talk я никогда не буду. Потому что клиенты ее любят. И очень часто ее выбирают. Когда вы знаете, это какая-то магия. Вы можете предложить так 10 оттенков помады Шарлотты Тилбери. И почему-то всегда они выбирают оттенок Pillow Talk. В моей работе лично происходит все время так. И поэтому если эта помада перепадет, то я буду очень-очень этому рад. Так, дальше у нас с вами номер 4. Я тут уже ножом запас. Чтобы помогать себе это дело доставать. Потому что пальцами это не выковырить. Так, я надеюсь, он не увидит, что я проткнул его календарь случайно. Ладно, нож это была плохая идея. Плохая. Не увидит, что я... Вот этим ножом. Да. Вот этим. Так, номер 4. Такой вот с дырочкой. Теперь посмотрим, что здесь лежит. И здесь у нас лежит тренд, который называется Summer Friday. И вообще этот бренд, он такой, знаете, очень частый посетитель разных гудибэков. И раньше, когда Call of Duty, знаете, каждые 3 месяца присылал всякие гудибэки за покупки, то бренд Summer Friday лежал просто практически в каждом адвенте. Там были разные маски для лица. Вообще, честно, я особо эти маски не понял. Я знаю, что у них есть одна очень популярная маска, которая типа называется а-ля там Jet Lock. После полета, всякое такое. Но я ее не пробовал. Вот здесь у нас с вами лежит такой CC Me Serum. CC Me Serum. В общем, CC Me Serum. В общем, какая-то сыворотка. И это у нас с вами, походу, полноценный товарищ. Потому что здесь аж 30 миллилитров. Вот такая вот сыворотка. Ну, красивенько, классно, что попробуем. Надеюсь, я омоложусь. Вообще, я обычно для своей вот такой жирной, пористой кожи всегда стараюсь подбирать какие-то продукты, где вижу слово эксфолиант, отшелушивание, сужение пор и вот всякое такое. Это, наверное, скорее всего будет история не для меня. Потому что огромными буквами эксфолиант и сужение пор я здесь не увидел. Поэтому, скорее всего, мне бы она не помогла. Бля, я реально надеюсь, что он не заметит, что я порвал его коробку. Потому что он будет орать просто, как резанный поросенок. Аккуратнее, спрячу это сюда. Так, и больше ножом не пользуюсь. Так, поехали дальше. Снимаем. Так, нож убираем. Он нам не помощник, номер пятый. Блин, сложно. О, нормально достался. Номер пятый. Посмотрим, что у нас в пятом номере. Пятый номер очень легонький. Легонький такой товарищ. Так, с какой стороны его открыть? С какой стороны открыть эту шайтан-машину? Открываем. Я уже, знаете, догадываюсь даже по цвету, что это лежит. Это у нас лежит Luxury Luxe. Luxe просто мега-luxury бренда. Это у нас лежит крем от бренда La Mer. И здесь у нас такая вот прям мисси-пуська. Семь миллилитров. Но вообще, знаете, со стоимостью бренда La Mer, мне кажется, что семь миллилитров, это будет там, не знаю, тысяч на пять. Тут нам крема положили, а то гляди и на шесть. Вообще, отношение моё к бренду La Mer такое неоднозначное. Потому что вообще история бренда... Давайте вот немножечко в историю с вами уйдём. Потому что я как бывший сотрудник косметических магазинов. Кто не знает мою историю, я раньше работал в Эльдебате-консультантом. Естественно, я всё это должен был учить и изучать. Все эти бренды, их истории. Был смысл в том, что это был мужчина, косметолог. Или он доктор какой-то был там, короче, связанный с работой, дерматолог с кожей, в общем. И у него был какой-то там ожог или что-то, короче, у него произошло с лицом. И, в общем, он там искал какой-то идеальный состав крема. Потом он создал вот этот вот идеальный свой крем, который состоит из каких-то там водорослей, который ему залечил все эти шрамы и рубцы. У него стала красивая молодая кожа. И, в общем, он решил на этой основе запустить свой бренд. Вот назвал он его La Mer. И через какое-то время этот бренд выкупает корпорация. Корпорация Estee Lauder. Соответственно, начинает просто шлёпать разные продукты. Это как бы текстура этого крема. Лёгкую, жирную, облегчённую. Для супер омоложения, для мини-омоложения. И, в общем, якобы это вот бренд такой, который вот всё время, когда вы подходите к корнеру, вам рассказывает вот эту историю. В общем, если вы купите, то все ваши шрамы рассосутся. Ребят, ничего не рассосётся. По сути, это просто, ну, такой приятный, комфортный крем. Но прям какого-то супер-вау-эффекта я от него не видел. И навряд ли рассосутся ваши рубцы. Потому что, если бы это было бы так, то, я думаю, мои бы уже рассосались. Поэтому это немножко такой чёс маркетинговый. Поехали дальше. Дальше у нас номер 6. Вот его, наверное... О, нормально достался. Номер 6. Так, посмотрим, что у нас здесь лежит в лоте номер 6. О! И номер 6 у нас тут лежит с вами бренд Кодали. И тут у нас лежит Винни-Джетикс Си Плюс. Маска из Тан Детокс. В общем, какая-то маска для детокса с витамином С. Но, походу, из винограда. Потому что Винни-Джетикс, это, наверное, что-то связанное с виноградом. Она закрыта. Но давайте откроем немножко, понюхаем её. Ну, пахнет вкусно. Вообще, аромат такой классический для бренда Кодали. Вообще, опять же, бренд Кодали я знаю ещё по работе консультанта в магазине Ильдоботе. И бренд Кодали, это вся такая история про виноград, виноградный сок, виноградную выжимку, виноград в винограде, виноград под виноградом. Но, вы знаете, этот бренд, по-моему, где-то год назад очень сильно хайпанул в социальных сетях, когда они выпустили вот эту маску, по-моему, из этой же вот обновлённой серии, которая для сужения пор. И она, в общем, эта маска высыхает, у вас выделяется кожный севом, и типа она прям всё стягивает. И все снимали какие-то нереальные рилсы, тиктоки с тем, как вот сколько у них жира на лице высосало эта маска. И я помню, что даже эту маску нигде было не достать, потому что её прям реально все так прям пиарили дружно. Хотя, мне кажется, такие глиняные маски, на которых выделяется потом жир, который высасывается, существует уже 395 лет. Вот видите, как двигает маркетинг в виде всяких социальных сетей продажи масок. Вообще, бренд Кодали, у меня такое отношение к нему, ну, обычное. Ну, вот такое обычное. Я как-то помню, покупал себе от них такой спрей увлажняющий в стеклянной бутылочке, где так ещё налёт масла плавает. Вроде как бы это должен был быть увлажняющий спрей с маслом, и я люблю такие штуки под макияж использовать. Но в этом спреи было столько спирта. И если, не дай бог, этот спрей вам попадал в глаза, оно так щипало, как будто вам водкой в лицо брызнули. В общем, вообще не очень приятные ощущения. Поэтому такая история с этим брендом Кодали. Вроде бы всё хорошо, но спирта очень много. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 7. Пока что, знаете, нам попадаются большие, классные, полноценные продукты. А я что-то сижу и засираю их. Вот, ну, так. Я не могу его открыть всё-таки. Давайте ножом чуть-чуть поддену. Так, почти не успел. Так, попытка номер 2. Так, сейчас. О! Чуть-чуть тут не видно, короче. Ничего не видно, никому не видно. Так, открываем. О! И тут у нас лежит что-то просто нереальное. А лежит тут у нас с вами Олаплекс номер 3. И это у нас штука, которая нацелена на восстановление волос. В общем, это такая вот супер спасательная история. Покупаете её в любом косметическом магазине. Наносите на ваши убитые просто мёртвые волосы. И они у вас волшебным образом вылечиваются. И что я вам хочу сказать про эту штуку, что она действительно классная. Вот это реально хорошая вещь. Мне она очень нравилась. Особенно, когда я был обесвеченным. Когда у меня была то чёлка белая, то, если помните, одно время у меня было такое белое каре. И я этой штукой пользовался постоянно. И её вообще как бы надо смывать. Но я её никогда не смывал. Я просто её после мойки волос наносил на волосы и так ложился спать. И от неё реально волосы выглядят более какими-то здоровыми, более заживлёнными. Не так сильно жирнится голова от этой штуки. И прям действительно помогает блонд, чтобы он не так быстро у вас отвалился на славянских волосах. Поэтому вот эта штучка реально классная. Это полноразмерный объём. И, кстати, она такая вроде бы маленькая, но её хватает надолго. Её просто не нужно наносить прям, знаете, полпуделька на ваши волосы. Буквально пару капелек и всё будет как бы супер. Поэтому штука реально хорошая. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 8. Так, опять тяжело идёт. Достался. Такой вот номер 8. Сейчас посмотрим, что у нас с вами лежит в номере 8. 8,5 просим. Ой, уже вижу по упаковочке. Это у нас бренд Hourglass. И тут всё написано. Это у нас пудрочка VL. И это у нас мини-версия. Кстати, раньше не было такой упаковки, но ещё и вот так открывалось. Сзади ещё рисуночек есть пудры. В общем, какая-то новая упаковка. Это пудра бренда Hourglass. Она такая классическая. Это их самая популярная пудра, которая существует на этой планете. И это, кстати, вот мини-версия. Но мини-версия, которая продаётся спокойно на сайтах. То есть, это та версия, которую вы можете приобрести. Здесь идёт 7 грамм пудры. Её, кстати, хватает достаточно надолго. И эта пудра, она одна из самых лучших в мире пудр. Вот я, знаете, могу на одно место поставить пудру Hourglass. Сейчас пудру от бренда Лорен-Версия Translucent. Могу туда же поставить пудру Sisley. И могу туда же ещё поставить, вот в конец этого списка, из моих любимых пудр, пудру от бренда Chanel. И вот оно всё вместе. Это, на мой взгляд, ну и ладно, ещё вот ещё одно место. Пудру Sisley могу туда добавить. Я хотел сказать не Sisley, а Sensay. Это вот, знаете, топ самых классных люксовых пудр, которые существуют в этой галактике. Вот, поэтому, конечно, этой пудре можно радоваться, потому что она офигенная. Она делает кожу красивой, она эматирует и немножко пурит, блюрит, пурит, пурит поры, блюрит поры. И кожа с ней выглядит хорошо и здоровой. Поэтому пудра очень рабочая. Ну вот, конечно же, я рад за Василия, что теперь у него есть эта пудра. Естественно, я её у него выпрошу. Так, поехали дальше. Дальше у нас номер девятый. И давайте посмотрим, что там в девятом номере. Вот такой вот девятый номер. Так, сектор шанс на барабане. Нет, мы дойдём до номера одиннадцать. И обязательно я должен буду сказать бочонок номер лебеди, или как там говорили. Если кто-то смотрел это шоу. Я, кстати, даже вот сейчас стою, вот говорю вам об этом. Я реально не помню даже вообще, что там было и как оно называлось. По-моему, это было лото, бинго лото. И там вот это вот 22 лебеди, 11, какие-то барабанные палочки. В общем, что-то такое. И смотрите, что мы здесь с вами нашли. Это бренд, который я вообще ни разу не пробовал. Потому что это бренд у нас, короче, на русский язык. Это переводится как пьяный слон. Вот. Вы говорите Drunk Elephant. Вот, как он пишется на английском. А вообще, что связано с этим брендом? Этот бренд, он тоже постоянно попадается в каких-то подарках, в миниатюрах. Постоянно бренд Культ Бьюти его пиарит. Постоянно он везде его ложит, этот крем. Но я этот крем никогда не пробовал. Потому что у нас на работе с Васей всегда была честная договоренность. То, что все, что связано с уходом, я даю ему. Если он что-то покупает из календарей, либо ему дарится что-то из косметики декоративной, он это дает мне. Поэтому про этот крем я вам ничего сказать не могу. Ну, какой-то протити, полипептидный крем. И все. И все на этом. Все, что я могу сказать. Какой-то хороший крем. Вообще, бренд этот пьяный слон Drunk Elephant, он такой прям очень-очень люксовый. Я знаю, что многие его хвалят. Я даже смотрел у Наталины. Наталина говорила, что она вообще любит этот уход и пользуется им. Но опять же, если там вот такими крупными буквами не написано. Эксфолиант и сужение пор. Просто, чтобы ваши поры стали вот такие узенькие, узенькие. То я обычно такими средствами не пользуюсь. Так, у нас номер теперь 10. Давайте посмотрим, что у нас в номере 10 лежит. Так, а в номере 10? В номере 10. О, тут аж два средства. Два средства. Какой-то пробник. И бренд Barbarastrium. Barbarastrium. Давайте я вам сниму. Я не знаю, мне кажется, что уже многие, наверное, смеются над этим брендом. Но, по крайней мере, я так точно. Это у нас гиалуроновая сыворотка. Вообще, вот эта сыворотка 10 миллилитров. Я 100% уверен, что в золотом яблоке она будет стоить, наверное, 1010. А то и 12, наверное. Может, и то больше, я не знаю. И вот такая еще штучка у нас лежит. Что тут Biosense. Это розовое масло с витамином С. Не знаю, кстати, такой бренд. Вообще, про него ничего сказать не могу. Но могу вам сказать про бренд Barbarastrium. В общем, это бренд немецкого косметолога, который тоже там лично омолаживает кожу. Хотя, честно, она сама, вот даже в ее социальной сети не будем называть, как. В общем, она выглядит нормально. Но я не могу сказать, что вот вы смотрите на нее, на создательницу бренда именно очень-очень дорогих продуктов ухода. И вот вы смотрите и думаете, такая, блин, ей там 60, она выглядит на 30. По-любому вот эта сыворотка, которую она создала, она 100% работает. И я обязательно ее куплю. Вот я не знаю, ей там сколько, 55 или 60, вот настолько она и выглядит. Вот. И, в принципе, когда ты продаешь такой дорогой уход, даже, мне кажется, с целью маркетинга и рекламы, можно было там себе уже подтянуть, подрезать, как-то, ну, соответствовать имиджу бренда с такими ценами. Потому что у них, знаете, какой концепт? Самая максимально дешевая упаковка. Самый максимально базовый обычный дизайн. Самые дешевые крышки и помпы. То есть, там вам не будет вот таких вот там модных помп. Там вам не будет никаких там модных банок с красивыми там всякими штуками. Даже, допустим, тот же самый ламер, когда ты берешь, там это стеклянная банка, 3 килограмма. И такой думаешь, вот, вот мои 16 тысяч рублей, куда я вложил. То есть, здесь такого не будет. Здесь будет такая пластиковая баночка с наклейкой Barbaro Strum. Strum, вот, и все на этом. И будет этот крем стоить 1025, наверное. И он типа увлажняющий, вы его наносите, ничего не чувствуете, у него нет ни запаха, ни эффекта, ничего. И, в общем, бренд такой какой-то, на мой взгляд, очень переоцененный. Я помню даже, во-первых, он тоже очень часто попадался в разных боксах. Я даже помню, мне как-то золотое яблоко дарили подарок. И там, в этом подарке была умывалка. Я когда увидел упаковку этой умывалки, я офигел. Вот реально, можно взять просто бренд Mixit и бренд Barbaro Strum. Barbaro Strum умывалка стоила, по-моему, 12 тысяч рублей и Mixit там 850. И у них абсолютно одинаковая упаковка. И, девочки, мальчики, даже не поверите, у них абсолютно одинаковая даже помпа была. И я такой думаю, это ж насколько должен быть просто охерительный состав, чтобы сказать, что эта пенка должна стоить 12 тысяч рублей. Ну, естественно, эта пенка не делала ничего, даже больше вам скажу. Она даже просто там легкую тоналку с пудрой не смывала. То есть, это была какая-то очень странная история. И вообще, у меня какое-то отношение к этому бренду такое, знаете, больше негативное. Я не очень люблю, когда уходовые бренды пытаются тебя, ну, прям откровенно обмануть. Да, давайте будем говорить нежно. Но я думаю, что вы все поняли, что я имею в виду. Так, это был у нас номер 10. Поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 11. Посмотрим. Что-то я вот реально сижу и все обсираю. Потому что, ну, такое настроение вы сегодня, знаете, вот такое сегодня. Токсичный чуть-чуть. Вообще, адвент календарь, ну, классный. Тут, правда, очень много дорогих продуктов. Опять же, и не все полноценные практически. Но вот из-за того, что, наверное, была возможность что-то попробовать, что-то пощупать, что-то понюхать из вот таких вот супердорогих брендов, я начинаю понимать, что там где-то какой-то подвох лежит, что не все так гладко. Так, номер 11. И тут у нас лежит вообще неизвестный мне продукт. Я не знаю, что это такое. Это Ultra Violet Super Screen Hard... Сейчас, подождите. Ходрайтинг Фэшл Скин Крин. Короче, это у нас SPF 50+. Один плюс. Вообще, я знаю, что когда он делает SPF, то вот эти плюсы, они имеют очень большое значение. У нас 50 мл. Защищают от UV и UB, короче, лучей. Очень важно, сколько вот тут стоит плюсиков. Потому что каждый плюсик, он за что-то отвечает. И тут, судя по тому, что здесь всего лишь один плюсик, то, соответственно, этот крем отвечает только за что-то одно. Вообще, с этим брендом не знаком. И, честно вам признаться, я не пользуюсь SPF-ами практически никогда. Только когда я на море. Потому что мне кажется, что все равно в какой-то пропорции витамин D должен появляться в организме. И если даже у вас есть склонность к пигментации, да, защищаться нужно, но это не повод мазаться SPF-ом 95 в слой 2 столовые ложки на все лицо. И вот так вот ходить, думая, что при этом я не буду стареть. Мне кажется, что это тоже немножечко чёс. Вот, потому что если было бы это все так просто, то я думаю, что все были бы мы 15-летними. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 12. И давайте с вами вместе его найдем, потому что я его не вижу вообще. От слова вообще не вижу номер. Блин, он такой огромный. Я говорю, я его не вижу. Вот он он. А тяжеленный какой вообще. Там кирпич. Там просто, ребят, там кирпич лежит. Можно так вот бабахнуть кому-нибудь так по голове этим кирпичом. Если кто-то на вас нападет в темном переулке, вы такая, ща, секунду, открываете адвент номер 12. Такая, как дала этим кирпичом ей. Или ему. Кто смотрит, кто напал. Вот. А тут у нас, знаете, что лежит? Что это такое? Тут у нас лежит что-то от бренда Space NK. Называется это дело Voyage. И это Body Wash. Я читаю, я так смеюсь почему-то с всяких слов. Видите, как дурачок какой-то. Body Wash. И мне сразу в голове, что это боши какие-то. Если кто-то видел, я не знаю, то ли норвежская песня, то ли каких-то скандинавских стран. Сейчас в тренде, во всяких социальных сетях, про то, как они там поют про доброе утро, а нам слышится хуета, хуета, хуета. Я не знаю, я когда это вижу, меня аж разрывает просто. То же самое и тут. В общем, Body Wash. Это у нас бренд Space NK. Это у нас гель для душа. Полная банка. Тут 350 мл. Так, знаете, прям надолго должно хватить. Купаться так купаться. Это не то, что вам в Локситане 75 мл положили. Там, знаете, попался. Помните, я смеялся еще, говорил. Там лежал пробничек геля для душа. 35 мл. Я говорю, что это мне вот до пояса намазаться. Оно так и вышло. Поверьте, я только подмышки подмылил, и уже все, баночка закончилась. Послушаем, чем это пахнет. Ой, пахнет, знаете, очень, очень вкусно пахнет. Чем-то так прям дорого. Прям такой какой-то элегантной девушкой. Поэтому классная штука. Не знаю, сколько он стоит, но опять же, учитывая магазин, я думаю, что стоит эта штучка недешево. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 13. Классно. Мне прям нравится этот запах. Очень вкусно пахнет. Так, номер 13. Номер 13. Берем наш телефончик, чтобы все заснять. Номер 13. Вот так вот. Очень легонький. И он еще немножко порватый. Не знаю, может быть, это Вася открывал. Так, номер 13. И тут у нас лежит тушка. Маленькая тушечка. Просто мисси-пусечная тушечка. Я думаю, что это, скорее всего, какой-то сэмпл. Не знаю, сколько тут миллилитров. Тут 3 миллилитра. Хотя, блин, 3 миллилитра тушь. Возможно, она и продается даже. Я не знаю. Честно, туши от бренда Rare Beauty я не пробовал. Я пробовал у них тональные. Я пробовал у них консилеры. Пробовал румяна. Пробовал хайлайтеры. В общем, из всего этого списка мне понравился консилер. Мне понравились румяна. Что и жидкие с палочкой. Что и вот эти кремовые. Знаете, как желешка, где надо пальчиком продавливать. И мне понравился, в принципе, хайлайтер. Вот это то, что я пробовал. То, что мне зашло от бренда Rare Beauty. Вот тени. Ничего такого от них, короче, я не пробовал. Это у нас был с вами номер 13. Так, номер 14. Номер 14. И что же у нас с вами в номере 14? Кстати, такая красивая коробочка. Цвета такой фукси. Так, и в 14 номере у нас тоже бренд, который я часто вижу везде. Это бренд Fresh. Это у нас соя Fresh Cleansing. Это у нас какая-то соевая умывалочка для лица. Ну, супер. Бренд Fresh. Что я не пробовал? Ну, всякие миниатюрки, крема какие-то пробовал. Даже, по-моему, вот эту умывалку соевую я тоже пробовал. Вот поэтому что-то, в общем, об этом бренде знаю. Какие-то касания у меня с ним были. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 15. Я хочу всю декоративной косметикой. Мне надо что-то из декора. Ой, номер 15. Не хотел доставаться, но мы его с вами достали. Так, номер 15. И тут у нас с вами лежит два средства. Сейчас будет очень что-то сложное. Я не знаю, как это читать. Я прочитаю это как... Дживен Комплет. Комплет. Что это такое? Либре. 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 Какой-то крем. Так. Давайте, чтобы я вот вам не чиздел сейчас. Сейчас быстренько зайду на сайт, гляну, что это вообще за средство. И вам скажу. Потому что бренд мне, правда, не знакомый. А второе средство у нас с вами лежит. Living Proof Perfect Higher Day Shampoo. В общем, какой-то шампунь. Но этот бренд я тоже, к сожалению, не знаю. Ничего от них не пробовала. Про вот эту штучку сейчас посмотрю. Ребят, я все выяснил. В общем, вот эта штука. Это GVN, если я правильно ее называю. Это у нас средство для сушки феном. То есть, какая-то штука, видимо, как термозащита. Которая помогает сохранить влагу в волосах после сушки феном. В общем, что-то такое, вот, связанное с волосами. Это у нас отдел для волос. Шампунь 60 миллилитров. Но это, наверное, либо мини-версия. Либо, может быть, это даже пробничек. Потому что 60 миллилитров. Такая прям дорожная история. 16. Номер 16. И поехали. Что у нас в номере 16? Так, достаем. Смотрим, какой он красивый. Модного цвета. Как это там Viva Mangenta. Что-то там Pantone в этом году нам рассказал. Так, смотрим. И тут у нас лежит тоже частый друг всяких бодибегов. И всякой такой истории. Это бренд The Ordinary. Кстати, много что-то бренда пробовал. Единственное, знаете, что мне понравилось от него. Это вот эта кровавая маска пилинг. Потому что от него реально щипало лицо. И как будто кожа потом становится более гладкой. Все. Гиалуроновую кислоту пробовал. Она скатывается. Пробовал увлажняющий крем. Он скатывается. Пробовал. Что еще? Что еще от него пробовал? Да и все. Тоналку от него еще пробовал. Ужасная тоналка. И все. По-моему, точно больше ничего не пробовал. От этого бренда. И тут у нас, смотрите, что лежит. Тут у нас лежит неоцинамид 10% и цинк 1%. Какая-то сыворотка. Наверное, тоже нацеленная на отшелушивание и сужение там всяких мест. Да? Витамин. Та-та-та. Блинтик. Формула. Ну да. Что-то такое. В общем, тут лежит. Это нам подходит. Это нам нравится. Это нам нравится. Так, это у нас был номер 16. Боже мой, сейчас засуну это все. Так. И теперь номер 17. Номер 17. Так. Достаем. Вот так вот это выглядит. Так. Номер 17. О! 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 А тут у нас что-то на богатом. Что-то очень на богатом. Правда, нас сильно баловать не стали. Но так, знаете, чуть-чуть. Чуть-чуть нам с вами нас так баловнули. И тут у нас лежит с вами бренд Sisley. Это что-то всегда очень дорогое. Потому что бренд Sisley, он прям мега дорогущий. Вот. У них дорогое все. Знаете, вот просто подошел к корнеру, ты уже должен 200 тысяч рублей за то, что ты вообще подошел на территорию этого корнера. Вот. Потому что... Ну что вам сказать о бренде Sisley? Вообще у меня есть продукты от бренда Sisley. Я реально люблю их рассыпчатую пудру. У них очень классный бронзер. У них очень классные помады. Очень красивые блески для губ. Тоналки у них хорошие. Консиль у них хороший. Но это стоит все очень дорого. Ну вот прям... Вот прям очень дорого. У них там консильер, аля там, знаете, 9 тысяч рублей стоит. Блеск для губ. Там 6 тысяч рублей. Все ли мы готовы купить блеск для губ? У меня же кум в горле встал из этого. Я говорю, все ли мы готовы купить блеск для губ за 6 тысяч рублей? Думаю, что нет. Вот. Но бренд прикольный. И тут у нас какая-то маска, крем Rose Noir. Что-то такое. И потом что-то у нас тут еще лежит. Skin Infusion Cream. В общем, какой-то крем. Это два сэмблика. И оба они по 10 миллилитров. Вот. Вот такие вот малюсички. В общем, тут у нас лежат. Из ухода бренда Sisley я что-то, знаете, пробовал. Потому что, когда я покупаю Sisley, обычно они никогда не жалеют пробничков. И всегда много дают пробников. И я пробовал у них там серию для волос. У них даже есть какие-то шампуни, маски. Ну, все прикольно. И уход у них, кстати, вот по сравнению со всем вот этим вот люксом, вот с Lamer по сравнению, по сравнению с Barbaro Strium, то мне почему-то у бренда Sisley уход показался приятным. Опять же, я не пробовал какие-то полноценные версии. Я там не покупал себе вот эти банки по 30 тысяч. Да, просто вот именно вот эти сашеты пробовал. И уход был приятный. От него лицо выглядело свежим. Оно не жарнилось. Пахло вкусно. И даже как-то вроде бы я выглядел немножечко свежее. Вот поэтому, возможно, у них уход и неплохой. Но ничего о нем сказать не могу вам конкретно. Так, это у нас был с вами номер 17. Теперь мы с вами ищем номер 18. Так, если кто-то из вас его видит, то, пожалуйста, подскажите мне. Потому что что-то я не понимаю, где он находится. Вот номер 17. Вот он номер 18. Вот такой вот уже модный оттеночек. И смотрим, что у нас тут. А тут у нас с вами лежит о Лоуре Мерсье. Лоуре Мерсье, Париж и Нью-Йорк. И это у нас с вами, скорее всего, будут, я думаю, кремовые тени и карандаши. Я абсолютно правильно думаю. Кстати, очень-очень люблю вот эти средства от Лоуре Мерсье. И это у нас вот такой вот карандашик. Кстати, в красивом нюдовом оттенке. Можно как базу по тени использовать. Либо просто, знаете, такой мауф-оттенок, чтобы на веки его наносить. И немножечко века выравнивать. Красивый цвет. Вообще бренд Лоуре Мерсье мне нравится. Мне нравятся их вот эти кремовые тени в стике. Мне очень нравятся их пудры. У них очень приятные тени бренда Лоуре Мерсье. У них очень классные крема для тела. Очень вкусно пахнут. И реально прям, знаете, вы намазались кремом. Вы ходите весь день, как будто вы парфюмом каким-то арабским надушились. Очень вкусно. Что, тоналки у них неплохие. Вообще, короче, бренд такой рабочего характера. Прям, не знаю, мне нравится бренд Лоуре Мерсье. И я с огромным удовольствием им пользуюсь. Конечно, он тоже не супер бюджетный. Но такой, знаете, оправдывает свою цену, я бы сказал. Так, поехали дальше. Номер 19. Тут у нас он рядышком. Что-то тяжеленькое. Что-то тяжеленькое. Возможно, нас там ждет iPhone. Вдруг нам сюда положили с вами iPhone. Или нет? AirPods. Мы купили календарь за 200 баксов. Нам положили сюда AirPods. Давайте новые. Там сколько они стоят? Пускай будет за 600. Открываем. И нас тут ждут AirPods. Нет. Нас ждет тут крем для жопы. Вот что нас тут ждет. Вместо AirPods. Это у нас Brazilian Bambam Cream. В общем, это тоже такая история. Эти крема... Честно, я не очень люблю кремы для тела на себя наносить. Поэтому мне часто попадали вот эти штуки тоже в гудибэках. И одно время в Sephora их можно было взять там за бонусы поменять. И я их брал. Но никогда ими толком не пользовался. То есть я кому-нибудь раздаривал эти крема. И вроде бы это крем, который как бы для тела. Чтобы все пахло, блестело и горело. Вот. В общем, какая-то вот такая история. Насколько я знаю, что вроде бы тоже этот бренд заявляет, что этот крем должен якобы подтянуть ягодицы. Но я думаю, что мы все с вами в уме. И как бы должны понимать, что никакой крем нам ягодицы не подтянет. Вот. Я думаю, что вы это понимаете. Поехали дальше. Дальше у нас с вами номер 20. И в номере 20... Что тут у нас? Номер 20 такой прям легонький. Давайте посмотрим, что тут у нас с вами лежит в номере 20. И тут все. А нет, там что-то еще, там что-то еще, что-то еще. И тут лежит у нас вот такой вот доктор Денис Гроус. Это у нас с вами альфа-бета. Это, короче, вот такие вот как отшелушивающие полосочки. Это как раз-таки моя темка. Вот такие вот салфеточки. Соответственно, вы берете салфеточку номер 1, потом салфеточку номер 2. И ваши порки, они делают так вот. И вот так вот подстянулись. Вот так вот. В общем, что хочу сказать про бренды доктор Денис Гроус. Я пробовал вот эти салфеточки. Вообще, по сути, это просто обычные отшелушивающие пилинг-диски. И мне кажется, что вообще вот эти диски, они стоят недешево. Не помню, сколько они стоят, но они такие прям дорогие. Потому что я одновременно думал, что я даже хочу их купить. Вот, но сейчас во многих корейских брендах есть билинг-пэды, которые тоже якобы как бы подстягивают, отшелушивают. Но вы должны все-таки понимать, что это такой тоже эффект косметический. И такими средствами, на мой взгляд, прям суперчасто пользоваться нельзя. Потому что, мне кажется, потом кожа, она как будто... До нее даже немножко больно докасаться после кислот, после большого количества. Она становится какая-то очень тонкая. Вот, но штука такая, знаете, экстренная, чтобы убрать там шелушки вокруг носа. Либо зайды почистить, если много шоколада съели, то можно смело использовать. И дальше у нас с вами бренд Sandy Riley. Это у нас крем, увлажняющий с витамином С, текстура Rich, питательный крем. Бренд Sandy Riley, вы знаете, тоже он такой дорогой, прям дорогущий, я бы сказал. Но вот почему-то он мне нравится. Не знаю почему, потому что мне присылали PR-рассылку. Это, знаете, была не реклама, это была просто PR-рассылка. Мне присылал в магазин Ильдабете их продукты на тест. Мне присылали маску, сыворотку, крем. И, в общем, все было приятно. Естественно, я не омолодился, но текстуры классные, они быстро впитывались. На кожу вели себя как-то хорошо, и умывалка была приятная. Поэтому какое-то ощущение бренде осталось какое-то более положительное. Вот, не такое... И упаковки, кстати, были хорошие. Не то, что у бренда Barbara Sturm. Так, это у нас был номер 20, теперь номер 21. 21. Что у нас с вами лежит в самом миссипусичном номере? А, у нас... Сейчас будет очень сложно. Это бренд, который я никогда не могу выговорить правильно. Он называется Malin, плюс, короче, Götz. И это у нас бальзам для губ. Вообще, этот бренд тоже постоянно попадается в разных адвент-календарях. И постоянно попадается в гудибегах. Но я вот вам, честно, не буду врать. Ничего от этого бренда толком не пробовал. Поэтому ничего вам сказать про него не могу. Единственное, что могу сказать, что вот всякие бальзамы для губ именно в похожем дизайне. Вот именно как будто как кремушки вот такие. Они всегда оказываются классными. Не знаю, вот прям какая-то статистика. Вот если у вас очень сухие убитые губы, не берите бальзам в формате стика. Потому что он ничего делать не будет. Он будет просто как вазелин. А вот такие вот, они обычно такие более заживляющие, более питательные оказываются. Это прям, знаете, такая статистика уже. Почему-то вот все бренды делают именно так. А дальше у нас номер 22. Лебеди. Как я хотел это сказать. Боже мой, я ожидал этой секунды, чтобы это сказать. У нас с вами номер 22. Достаем. Он такой не тяжеленький. Посмотрим, что у нас с вами лежит в номере 22. И в номере 22 у нас лежит Medic 8. Это 8, 9, 10. Medic 8 бренд. Это у нас Crystal Retinol 3. В общем, это скорее всего какая-то сыворотка, либо крем с ретинолом. А вот этого бренда я тоже ничего не пробовал. Поэтому вам брать не буду. Вот, поэтому даже ничего дальше рассказывать не буду. Но мне кажется, что это бренд такой не из дешевых. Потому что вообще, мне кажется, все продукты, где написано слово Retinol, они сразу стоят over дофига. Не знаю почему, но оно так работает. Хотя, мне кажется, сам по себе Retinol, ну это не такая уж дорогая штука. Вот, поехали дальше. Это у нас с вами был номер 22, Лебеди. Теперь мы ищем номер 23. 23 у нас вот такой крохотный. Такая крохотулечка. Номер 23. Крохотулечный вот такой номерочек. Так, и тут у нас с вами... Ой. Ой, ну это же радость. Это бренд Rosy Ink. Это лежат ее знаменитые румяна, которые называются Blush Divine. Это у нас оттенок, который называется Helicopter. Helicopter называется оттенок. Мне кажется, что-то с этим словом недавно было. То ли Calicopter какой-то, в общем, тоже был смешной. Reels или TikTok, что-то, короче, такое было. Вот так вот они выглядят. Очень красивый румяна вообще. Сейчас опять же тут на секундочку прервусь, потому что у меня уже есть такие румяна от бренда Rosy Ink в другом оттенке. У меня в оттенке Orchid. И вы знаете, это очень классные румяна. Это реально очень крутая формула румяна. Они мне очень нравятся. Я прям, знаете, хочу себе, наверное, ну не все цвета, но много оттенков из этого бренда. Потому что мне нравится, что у этого бренда очень модные цвета. Они такие, знаете, как будто в корейском стиле. То есть и на губы там можно, и на щечки, и на глазки куда-то намазаны. Они такие влажные. Такую кожу глянцевую делают. Тоналку не разъедают. В общем, прям классные продукты у нее. Вот сейчас вам покажу. Это вот мои румяшки, которыми я уже пользуюсь. Юза их очень красиво. Это у нас румянки... Я брал вам не Orchid, это Abhelia называются румяшки. Очень красивые румяна. Они просто очень красивые румяшки. Они прям классные. Вообще супер. И смотрите, что я себе еще купил от бренда Rosy Ink. Заказал себе вот такой вот рождественский наборчик. Вообще упаковка просто отвал всего. Сама текстура бумаги. Как вот это все сделано. Вот эту вот штучку ты снимаешь. Тут вот эта текстильная коробочка. Очень красиво все выглядит. И вот так эту коробочку открываешь. А тут тебе ждут вот такие вот три маленьких пестрюнчика. Три вот таких пестрюнчика. Это у нас с вами миниатюрки помад. Очень красиво выглядит. Это я себя порадовал. Заказал себе вот такие штучки. И помадки, они прям вот так усенькие. Прям вот такие вот малюские помадки. Прям знаете, два раза губку намазать и все. Но все равно очень красиво. И кстати, наборчик был этот очень бюджетный. Он что-то стоил там, по-моему, тысячу рублей за три вот такие помадки. И вот мне кажется, я был готов отдать тысячу рублей просто за вот эту вот коробку. За вот эту вот упаковку. За вот эту вот штучку. Потому что очень красиво все это выглядит. Вообще прям нравится. Я закажу побольше продуктов от этого бренда. И мы как-нибудь с вами полноценный обзор бабахнем. И посмотрим, что там вообще интересного еще есть в этом бренде. Так, это у нас с вами был номер номер 23. И мы с вами почти финишируем. Я уже знаете, весь упрел, пока я его распаковывал. Потому что 25 номеров. Конечно, тут можно просто обкраситься, обмазаться этим всем в этом календаре. Так, номер 24. Так, телефончик взяли. Номер 24. И его почему-то очень сложно достать. Достал. Такой тяжеленький, знаете, прям ух. Ух, такой номерочек. Так, номер 2. Как вкусно пахнет. Вообще просто смерть. Открываешь вот эту коробку, и тебя просто сносит шлейфом этого аромата. И тут у нас с вами, ясное дело, конечно же, лежит свечка. И свечка лежит от бренда Jolabs. Называется она Show Flakes. Не знаю, что из этого оттенок. То ли Show Flakes, это свечка, наверное, переводится. Но я очень плохо знаю английский. И дальше, наверное, сам оттенок называется Varney. Он сказал, оттенок свечки, ха-ха, дурак. У свечки нет оттенка, есть название. Ну, я так думаю. Вот. И, в общем, вот тут свечка. Ну, это миниатюрка, мне так кажется. Такая чекушечка небольшая. Такая стопочка. 70 грамм тут. Вообще, что касательно бренда Jolabs. Бренд Jolabs. Давайте я вам тоже немножечко расскажу историю такую интересную. Мне кажется, что тут тоже, знаете, зарыта собака какая-то. Что бренд Jolabs создала изначально бренд Jomalon. Вот. А потом бренд Jomalon выкупила корпорация Estee Lauder. Опять же. И она, я не знаю, как зовут саму эту женщину. Не интересовался ее именем. Возможно, ее так и зовут. Сейчас давайте даже загуглим вообще, кто ее основал. Прямо интересно. Сейчас буду вам тут чиздить. Так, ребят, походу ее и зовут Jomalon. Вот, как оказалось. Если, оказывается, она в честь себя назвала этот бренд. Ну, в общем, это не важно. Я просто не думал, что девушку могу звать Jomalon почему-то. В общем, продала она этот бренд Estee Lauder. И, соответственно, в скором времени Estee Lauder, походу, от нее избавились. Как они это любят делать. Кто не знал, то уже высветились новости о том, что бренд Estee Lauder выкупает бренд Tom Ford полностью. И, соответственно, Tom Ford оттуда тоже уходит. Вот, изначально бренд Estee Lauder выкупил сперва Beauty Tom Ford. То есть, декоративную косметику, парфюмерию. А потом и выкупает, соответственно, в 2023 году весь бренд, связанный с одеждой. Вот. И, в общем, когда они выкупили этот бренд, то что-то пошло не так. И она ушла оттуда. Она ушла. Прошло там, короче, 8 лет там по контракту. Она не имела права ничего другого делать. И потом создала вот свой бренд Jolavs. И я как понял, что она уже не намерена его никого продавать. Потому что, видимо, научена каким-то опытом работы с корпорациями. И, опять же, касательно бренда Estee Lauder, вот у них какая-то такая вот странная аура идет. Потому что вот они купили еще бренд Bobby Brown. И потом, впоследствии, Bobby Brown сама тоже увольняется из этого бренда. Вот что-то как-то вот у них не клеится с основателями бренда. Мне кажется, что все-таки это как-то неправильно. Хотя, опять же, к самому бренду декоративной косметики Estee Lauder я отношусь очень хорошо. Мы сейчас с вами говорим больше про корпорацию. Потому что куда бы ни пришла эта корпорация, то любой основатель бренда сразу же моментально оттуда увольняется и уходит. Хотя, мне кажется, для истории бренда было бы, наоборот, круто постараться бы вот этого создателя бренда задержать, как бы, насколько можно подольше в бренде, чтобы он именно, ну, как бы, жил в нем, да, и, соответственно, создавал какие-то продукты, а не просто постараться от него, как бы, избавиться. Вот, ну, в общем, какая-то вот такая вот у меня мысль по этому поводу. Надеюсь, что вы меня поняли. Так, и теперь у нас с вами последний номерочек. Последний номерочек. Давайте подснимем все это дело. У нас с вами номер 25. 25. И тут, знаете, ну, тут точно должен лежать 14-й айфон. Ну, вот просто я отвечаю, что здесь сейчас мы открываем, и тут лежит 14-й айфон. Потому что, ну, ладно, с айрпоцами нас Space NK пронес, но айфон тут, ну, точно должен быть. Так, открываем. И что тут мы ждем? Так, что мы тут ждем? Тут, кстати, несколько средств. Ну, тут, ну, не айфон. Ну, ничего, пока что айфон не положили. Ну, что тут у нас? Тут у нас с вами лежит тача. И это у нас Дэви Skin Care. Это у нас крем для лица 10 миллилитров. И также у нас тут с вами лежит, боже мой, это лежит у нас вот это Августинес Бадер. Это у нас лежит тут, это масло, да, по-моему, масло-сыворотка 10 миллилитров. Что касательно этого бренда, вот этот Августин Бадерс, он просто безумно-безумно дорогой, просто безумно дорогущий бренд. Опять же, прям на себе чего-то от них такого не пробовал, может, какие-то вот такие миниатюрки, сэмплики там со всяких интернет-магазинов пробовал, но прям самостоятельно оттуда бы ничего не покупал, потому что там цены примерно такие же, как у Барбары Стрём. Очень-очень дорогие. И дальше тут нахожу вот такой вот крем Татча. Вообще бренд Татча для меня, он ассоциируется больше вот с вот этой базой с муфером, который все тиктокеры, все снимали, вот такая банка, вот какой-то воск, ты его так берешь, машешь на себя, у тебя такое гладкое лицо, ты потом уносишь тоналку, и такая вся классная. Вот, а больше ничего из бренда Татча я особо и не слышал, такого прям интересного и необычного, вот, чтобы меня привлекло. А тут просто вот такой вот маленький кремушек лежит, ну, как бы супер, хотя мне кажется, лучше бы вот это все положили бы в номер 24, а в 25-й бы номер засунули свечку, потому что свечка, мне кажется, выглядит немножечко пизже, вот, как-то на мое ощущение, потому что ты коробку открываешь, она так пахнет, и тебе сразу, Новый год, Новый год, все, Оливье, все, понеслось, потому что аромат свечки очень приятный. Ну что, вот и подошло к концу, ну, давайте не к концу, давайте сейчас немножечко видосик запилю, чтобы вы тоже посмотрели, как эти баночки выглядят вблизи, красиво. Сейчас мы быстренько тут мерчендайзинг наведем, так вот поставлю их, вот так вот сниму, красиво. Так, курилку убираем, если что, это не моя, она просто тут на столе валялась. Так, вот так вот, супер, мейчик. Так, ребятушки, немножко маркетинга, сейчас вот так вот я улыбаюсь опять, вы делаете скрин и выставляете в историю, что у меня вышло новое видео с календарем. Немножечко попиарьте мой каналчик, вот, что вам хочу сказать, вообще календарь, по моим ощущениям, очень классный, он очень качественно сделан, очень красивые, интересные продукты в нем, конечно, тут прям лежит весь такой мега дорогой люкс, прям все такое дорогое. Этот календарь стоил 200 фунтов и наполнение на сайте было написано, что вроде бы на 770 фунтов. Я пересчитывать не стал, потому что пересчитывать его, правда, очень сложно, потому что тут прям продукты с разных брендов надерганы. Это, мне кажется, надо посвятить просто целый день, чтобы перековырять весь этот сайт, высчитать все это по грамму. Мне почему-то кажется, что навряд ли такие, знаете, зачастую вот такие британские интернет-магазины, они никогда не обманывают. У них всегда приблизительно наполнение там, ну, сходится с ожиданием, да, в общем. И что хочу сказать, он классный, он действительно классный. Мне кажется, за 200 фунтов, по сути, это там 13 тысяч рублей, там 14 тысяч рублей, вы пробуете прям кучу-кучу разных продуктов, из разных брендов, даже из чего-то такого прям мега-дорогого, что, возможно, вы бы такой, знаете, в свободной манере бы себе не купили бы, да, но вдруг вам окажется, что это какой-то классный продукт, он решит вашу проблему, вы в дальнейшем его приобретете. Тут была и декоративная косметика, причем приятно, что декор положили такой адекватный, да, вот там многие говорят, вот там пилотолк, вот мне, допустим, под предыдущим видео, когда я обозревал календарь Шарлоту Тилбери, все писали, вот, да нахер, типа, нужна это же там пилотолк, одно и то же каждый год. Вот, честно, мне приятно получать одно и то же. Я вам говорю, я телец, я люблю стабильность. Если это самый рабочий оттенок в бренде, то пускай его кладут везде, потому что его гораздо приятнее получить, чем какую-то помаду цвета какашки, которой вы просто не будете пользоваться. Помада на секундочку стоит 25 фунтов, это как бы не так уж дешево, вот. А тут все лежало такое нужное, гармоничное, ничего лишнего, и еще мы в таком достаточно большом плюсе оказались. У нас с вами плюс выходит 570 фунтов. Мне кажется, что это прям супер-супер приятно, супер приятный бокс, и подарить его не стыдно, и себе получить очень хочется, потому что адвент прямо удался. Я надеюсь, что вам понравилось провести со мной время, я надеюсь, что вам понравилось немножко потупить, поизучать английский вместе со мной. А я вас всех крепко люблю, целую, не забывайте подписаться, поставить большие пальчики вверх, и до новых встреч, новых видео, мои дорогие. Пока-пока!